Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 14 июня 2020 года. Этот выпуск посвящен символу власти, державе, как ядерному оружию. Кто имеет в арсенале ядерное оружие, тот имеет реальную власть. Об этом я говорила в двухсерийном фильме «Царь Петр I. Царь недержавный». Несмотря на то, что некоторые наши патриоты, монархисты, очень любят Петра I как величайшего реформатора, однако этот исторический образ не имел реальной власти, о чём я доказала в своём фильме «Петр I. Царь недержавный» первой серии. Я решила напомнить об этом в связи с информацией от моей подписчицы Анны из подмосковного города Дубна. Цитата. Галина, здравствуйте! Я совсем недавно заинтересовалась такой историей, смотрю вас с большим удовольствием. В фильмах про Брандмауэры стала вспоминать знакомые символы. И вот что скажу. Мы живём в Дубне, городе физиков-ядерщиков, и есть у нас один памятник – прямая наводка на форменные шлемы брандмейстеров. Эту эмблему я очень скрупулёзно разбирала в серии фильмов, что прикрыли словом «Брандмауэры». Эмблема круглой по форме бомбы, отсюда бомбардиры, была на фуражках пожарных конца XIX – начала XX века, а также на фуражках итальянских полицейских, карабинеров, и до сих пор существует. Символ однозначно говорит об взрывающейся круглой колбе в начальной фазе, взрыв в начальной фазе. А памятник в городе физиков-ядерщиков напрямую отсылает к символике державы и знаком бомбардиров, что, я полагаю, подтверждает мою версию о том, что держава на портретах монархов – это ядерная бомба, а не означает земной шар, как мы раньше думали. Город Дубна по версии дубнинского любителя истории города Л.Л. Зиновьевой, цитата, «основан как поселение в 1946 году в условиях строжайшей секретности в рамках атомного проекта СССР, задачей которого было создание атомной бомбы». Научным руководителем работ был И.В. Курчатов. Это значит, что символ ядерной бомбы на памятнике в Дубне, шар, из которого в верхней части вылетает пламя, начало взрыва, можно было бы сказать, что это имеется в виду планета или ядро атома, тогда логичнее было бы показать взрыв в разные стороны, разрывающий шар, а здесь один в один знак бомбардиров, пожарных карабинеров. Дубна, как город, был образован несколькими прилегающими поселками и деревнями. Есть там и своя древняя история. 25 лет существует музей краеведения и археологии. Конечно, люди всегда жили по берегам рек. Здесь река Волга. В 1933 году было начато строительство канала Москва-Волга. Однако после того, как я нашла допотопный канал в Сталинграде, Волгодон, который был уже в 15 веке, я здесь присматривалась, нуля ли строился канал Москва-Волга, или тоже восстанавливался. Здесь есть строительство ГЭС 1936 года. Все вручную копает лопатами. ГЭС августа 1942-го, Дубна. Я слабо представляю, как можно было все это прорыть вручную. Такую линию канала и ГЭС. Я нашла интересный форум, и здесь же есть фото станционного дома, а рядом железная дорога, которую явно откопали от неглубокого заноса. Полагаю, что дорога старая, шпалы неоткопанные. Город Допотопный. То, что я вижу по фото и архитектуре зданий, типичные сталинки на старых стенах допотопных домов. Фотографий начала строительства городка самой местности нет. На сегодняшний момент домов старых, так называемых, сталинок, осталось очень мало. И именно на допотопных стенах. Но кое-что осталось, я покажу в фильме. Возьму прям первую фотографию с Яндекса. Здание лаборатории ядерных испытаний. Вход начинается со второго этажа. Засыпанные окна. Здание было до 1956 года. По крайней мере, засыпанный первый этаж. Признаки. Окна одинаковые по конструкции. Что на цокольном, что на первом этаже. Потому что второй или третий этаж мог быть достроен. На разрушенных стенах. На первый, бывший второй этаж, сделана парадная лестница. Значит, и вход должен быть парадный. Особым образом всегда выделяют вход как архитектурный элемент. А что мы видим здесь? Куцый вход сделан из окна. Можно было чуть расширить кладку и сделать дверь более похожей на парадную. Но восстановители здания решили не мудрствовать и оставили размер окна. Туда впихнули дверь под эти размеры. Это то, что касается сталинского периода. Еще не вошел в свою силу Хрущев, который всю архитектуру свел к минимализму и примитивизму. Повторяю, я в своих пятилетних исследованиях допотопных домов, до глинозасыпных, я уточняю все время, пришла к выводу, что товарищ Сталин был в курсе прежней уничтоженной и захваченной цивилизации и восстанавливал ее архитектуру. Типичные сталинки дубны, где есть подземные засыпанные этажи. Типы таких домов есть во всех так называемых новых городах, построенных в 1950-е годы. И районов, которые строили пленные немцы, акселераты. Все списано на пленных немцев. Вот еще фото для примера. Дубна где-то начала 60-х, когда еще хоронили на улицах, шли, бросали еловые ветки и музыканты были. Я даже помню это в Нижнем Новгороде. Сейчас такого нет, конечно. На этом фото я вижу характерное здание допотопной античной архитектуры с засыпанными окнами и входом на второй этаж, который стал первым. Левая боковая сторона здания имеет засыпанные однозначно окна и входы вниз. С фасада колоннада свойственные античной архитектуре и нетипичные фасадные окна, свойственные Брежневской эпохе. Что, возможно, часть здания нижняя, стены оставались, возможно, под засыпом часть колоннады могла остаться от старой допотопной постройки. А все остальное уже возводилось на старых стенах, как новое здание, соответствующей датировкой. Слева стоит деревянный дом. Это послепотопные домики. Избы. Избыть. От слова избыть. Очень вероятно, что под ними находятся еще засыпанные старые стены допотопного города. Справа типичная хрущевская, брежневская типовая застройка, которая тоже может иметь так называемые подвалы от старых зданий, но на этом фото не видно. Это могут изучить уже местные альтернативщики, эти дома и стены при ямке этого здания. Но я его не нашла больше ни на фотографиях, ни на современной карте. Возможно, что этого здания не существует. Это старые фотографии дубные, и этого здания я не нашла. Школа номер пять. Вот мне попалась фотография на левом берегу. То есть это по другую сторону канала получается. И сегодня она сохранилась, есть достроенная, и окна засыпанные остались. Это говорит о том, что характерные античные здания, так называемые засыпанными окнами, встречаются и по эту сторону Волги, и по другую сторону. Возможно, вероятно, что здесь был большой город. А сейчас расскажу историю, связанную с каналом. Все-таки он был. Он был ранее. Я нашла такую информацию. Канал Москва-Волга. И все-таки он был. Как и в случае с Волгодон. Канал. Царицын-Сталинград. Цитата. Первое документально зафиксированное предложение соединить реку Москву с Волгой было обнаружено историками в государственных бумагах времен Алексея Михайловича. При его сыне Петре Алексеевиче, это Петр I, инженер Геннинг разработал соответствующий проект. Ставилась задача облегчить транспортировку грузов с Волги через Москву-реку на север, исключить сухопутные участки пути из Волжан-Балты, воспоминания которых сохранились в известных топонимах Вышний Волочок и Волоколамск. Когда проект был готов, Петр Алексеевич ознакомился со сметой и сказал, однако, и о канале пришлось на время забыть. Для молодой Российской империи такие сметы были еще не по карману. Второй раз к проекту вернулись при Николае I. Начали рыть в 1825 году, закончили в 1850. Видимо, все времена уже существовал знаменитый российский стройбат, но и строительстве канала работали в основном солдаты его императорского величества. В 1850 году открыли канал, а через год закончилось строительство первой железной дороги Санкт-Петербург-Москва. С самого начала ее эксплуатации стало ясно, что перевозить грузы по железной дороге гораздо дешевле. Судьба канала была решена. Он просуществовал в общей сложности 10 лет, постепенно приходя в упадок. И в 1860 году был официально закрыт. Инвестиции ушли в песок. Здесь опять фигурирует дата 1860. Думаю, канал не пришел бы в запустение, если бы им пользовались. Им не пользовались, как говорит официальная версия, из-за того, что была открыта железная дорога. Но эта дата рубежная, 1860 год, она совпадает как закрытие всех проектов по всей стране. Это я говорю в разных фильмах, в том числе фильм по исследованию города Кохма. Там тоже фабрики все закрываются, все, ничего не работает. Как раз в этот период. До этого работали в 1830-х. И после 1860-го начинается развитие 1870-е, 1890-е в основном в ходе строя 5 фабрики. Их железная дорога появляется. А 1860-е это такая яма. И яма информационная в том числе. Поэтому здесь, я думаю, с каналом то же самое. Он пришел в запустение не потому, что была создана железная дорога, а потому, что что-то произошло. Была катастрофа. По всей видимости, канал был засыпан. Поэтому им нельзя было пользоваться. Завален вот этой жидкой глиной, как и все города. Воссоздание канала начинается уже в советское время. В 1933 году. Советские строители провели грандиозную работу. Проложили новые русла. Построили дамбу. Создали Иваньковское море. Поставили ГЭС. Но когда-то здесь был канал. Были и шлюзы. Полагаю, что во время неизвестной глобальной войны в 1850-х годах ориентировочно, я предполагаю, мои версии, что это каким-то образом связано с Крымской войной. А глина засып жидкой глиной по типу монтажной пены, о котором я тоже много раз говорила, рассказывала в своих фильмах, это происходит где-то в 1860-й год. Как дезактивация ядерных отходов и останков людей и разрухи городов. Поэтому засыпают, заваливают вот этой жидкой глиной все вокруг. Потом начинают откапывать, когда проходит некоторое время. Вот и здесь мы тоже самое видим на старых фотографиях. Поэтому полагаю, что и канал пришел в негодность к 1860-му году. Он был засыпан. В фильме «Волга-Волга» с любовью Орловой в главной роли есть кадры канала и памятник Ленину. Канал строился руками заключенных и вольно-наемных, заключенных с ГУЛАГа. Цитата. Грунт, вынутый экскаваторами, грузили на железнодорожные платформы, которые при помощи паровозов увозили за пределы трассы канала. Для разгрузки грунта с платформ был применен гидросмыв, напор водяной струи, вылетающий из водяной пушки, гидромонитора. Такой способ был предложен инженером Холлином. С 1935 года на строительстве канала широко стала применяться гидромеханизация, то есть размыв грунта, транспортирование его и намыв насыпи водой под напором. Только на Хорошевском спрямлении излученной Москвы-реки методом гидромеханизации вынут миллион кубометров грунта. Грунт, я полагаю, это глина. К концу строительства механизированный труд почти полностью вытеснил ручной. Но, тем не менее, на фотографиях видно, что очень много ручного труда без него не обойтись. Тяжело шло строительство шлюзов южного склона канала. Котлован под седьмой шлюз глубиной 25 метров отрывался в водонасыщенных плавунах. Метод замораживания грунта на стройке не применялся. Тяжелые экскаваторы, работавшие на железнодорожном ходу, порой засасывало вместе с рельсами. Дорога-лежневка к экскаваторам долго не выдерживала и тоже уходила в разжиженный грунт. Требовалось уложить 4-5-метровую толщу бетона на тно будущих шлюзов. Для его производства был построен бетонный завод. Транспортеры в утепленных галереях подавали бетон к месту раздачи. И заключенные, канал армейцы вручную в тачках по узким доскам перевозили его в котлованы. По официальной версии того, что канал перестал быть рентабельным и в 1860 году был закрыт из-за того, что в 1850 году была проложена железная дорога, потом в начале 20 века опять была попытка построить канал, вернее, по моей версии, восстановить, потому что необходима была вода для Москвы. Не хватало уже водопроводной воды из мытищи, нужно было доставить в воду, но помешала Первая мировая война. И получается, только молодой Советской Республике понадобился канал, он стал рентабельным и был создан колоссальным трудом рабочих, строителей, о чем говорят сами скульптуры. Можно все, что угодно говорить про заключенных, да, это все было, действительно было. Но скульптуры канала посвящены именно рабочим людям. Рабочий класс – это главная сила Советской Республики. И скульптуры посвящены простым людям, простым советским людям. Это тоже была главная ценность Советской власти. Очень много ручного труда было в строительстве канала, это действительно грандиозный проект был, как, в общем-то, и все проекты Советской власти при Сталине. Дубна – город ядерщиков-физиков. Здесь создавалась атомная бомба, и этому посвящен памятник в виде колбы с вырывающимся пламенем. С этого я начала свой фильм. С того, что державное яблоко на картинах монархов – символ власти, есть не что иное, как ядерная бомба с ключом активации. И об этом я продолжу во второй части фильма «Подобнее». Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, распространяйте знания. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева.